Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Тема нашего сегодняшнего занятия – мы будем заниматься редиской. Почему будем заниматься редиской? Культура вроде не новая, все выращивают. Но почему-то вместо таких красивых корнеплодов, сочных, красивых, многие имеют мышиные хвостики, а то и вовсе никаких корнеплодов. От чего это происходит? От чего это бывает? Давайте будем разбираться вместе. Ну, во-первых, все сорта редиски делятся на два большие сорта типа. Первый сорта тип редиски с круглыми корнеплодами. Эти редиски очень скороспелые и дают уже урожай через 20-30 дней после посева. Второй сорта тип редисок – длинные, типа ледяной сосульки, красного великана. Длинные корнеплоды могут вырастать до полутора килограмм, но они как бы более познеспелые. Корнеплоды вырастают где-то на 50-й день, то есть растут почти два месяца. Значит, сразу учитывайте, как быстро вы хотите получить урожай. Если вы хотите получить урожай, значит, используйте сорта с круглыми корнеплодами. Если вам надо урожай растянутый, можете посеять одновременно сорта с круглыми корнеплодами, а потом посеять сорта с длинными корнеплодами. Значит, этим вы удлините период поступления урожая. Ну и вдобавок, вы все знаете, что редиску желательно высевать где-то до начала мая. Позже редиска начинает идти в стрелки, день длинный, она идет в стрелки, и корнеплоды получаются слабее. Также не надо забывать о том, что редиска значит очень разрывчина на влагу. Если почва будет хорошей влажности, значит редиска позже приступит к стеблеванию. Так что в этом кроется также один из секретов успеха этой культуры. Редиска – культура красноцветная. Поэтому у этой культуры, как и у любых красноцветных культур, есть свои вредители. Это красноцветные обложки. Когда ваша редиска будет сходить, по посеву мы потом разберемся, а будущее я расскажу вам подробно технологии, какие бывают посева. А сейчас пока общий вопрос давайте разберем. Когда редиска будет сходить, во-первых, чтобы не допустить уже всех вот этих почвенно обитающих вредителей, которые будут подрезать нашу редиску, мы обязательно в родочек насыплем древесную золу. Очень хорошо, если у вас есть табазол или табашная пыль. Можно сделать такую смесь. Три четверти древесной золы и одна четверть табашной пыли. Ну или можно использовать табазол. Это уже фабричная смесь этой золы. Обязательно ими присыпаем чуть-чуть каждый родочек. Что-то даст. Табак будет почве давать запах и отпугивать всех почвообитающих вредителей, которые будут нападать на нашу редиску, которые захотят ее также скушать. Это обеспечивает нам чистую красивую редиску. Далее. Очень такой немаловажный вопрос. От защиты от красноцветных блошек. Защита от красноцветных блошек самая простая. Редискультура скороспелая, поэтому сильно химикаты применять нельзя. Самое простое, что можно сделать, чтобы защитить от красноцветных блошек, это опылить или табашной пылью, или золой. Любой из этих бесшеств и табашная пыль и зола прекрасно отпугивает красноцветную блошку. И она гораздо меньше повреждает наши растения. Потому что помогает и вода, но уловить этот момент, когда появляются красноцветные блошки, очень трудно. Поэтому лучше или опудрили золой, или табашной пылью вызвать красноцветные блошки. Ошибка, которую делают многие огородники. Значит, редиску высевают обычной селочкой. Высевают обычной селочкой. Может быть, она и такого типа, я вам покажу сейчас. И такого типа может все. Но вот эта селочка, или такая, или другая, значит, она не дает нам необходимого расстояния между корнеплодами. Расстояние между корнеплодами должно быть 5 на 5 сантиметров. Только в этом случае редиска образует хорошие корнеплоды. Ну, народ, как бы, уже давно предусмотрел, чтобы иметь такое расстояние. Поэтому делаются маркеры. Я сейчас покажу такой маркер. Вот такая вот конструкция. Такая вот конструкция, видите, с зубами в доске, набитые зубы через 5 сантиметров. Вот. И вот эта ручка есть такая, соответственно. Вот потом при посеве, я говорю, как эта конструкция используется. Используя эту конструкцию, мы будем, видите, слава, 6-5 сантиметров и иметь дырочки. В каждую дырочку мы будем бросать по одному зернышку. Так. Ну, иногда бывает так, что вы купили семена. Вы купили семена. Вы не уверены в качестве этих семян. Ну, здесь же, видите, тоже уже повтора нет. Тут надо только одно зернышко. Поэтому, чтобы иметь гарантированный успех, мы наши зернышки возьмем, прорастим. Мы прорастим. И все, что с корышочками, мы потом бросим в каждую дырочку. Соответственно, мы будем иметь равномерное расстояние и дружные-дружные всходы. Ну, что, теперь приступим к посеву нашей редиски. Берем наш маркер. Взяли наш маркер. Ведь какие у нас красивые, красивые дырочки. Как на картинке. Теперь берем нашу пророщенную редиску. Обмакиваем зубочистку. Каждую дырочку ложим по одному зернышку. Посели. Теперь все наши посевы припылим дровесной золой. После этого нам останется только пролить эту градку водой. Никакой заделки семян мы не делаем. За нас это сделает вода и закроет нужные семена. Как видите, с помощью маркера мы делали эту работу просто и быстро. Только единственное, что нам заставило неудобство, это посев семян. Это самая трудоемкая работа. Можно, конечно, сделать немного по-другому. Другое в чем, что немногие огородники знают, немногие пробовали. Оказывается, редиску, когда она взошла, первые 5 дней можно пикировать, можно рассаживать. Поэтому можете смело высадить редиску густо. После этого рассадить или с помощью маркера на расстоянии 5 на 5 см, или сделать это просто вручную, на глаз. Поверьте, что результат того стоит. Вы будете иметь хорошие корнеплоды. У вас не будет ни одной плохой редиски. Хорошая, крупная, как на подбор. И вы обеспечиваете свою семью сочной редиской. А, внеся почву в золу и табашную пыль, вы защититесь от вредителей. У вас будет экологически чистый продукт и в то же время неповрежденный вредителями. Вы с удовольствием будете кушать сладкую, сочную редиску и угощать своих знакомых. Так что, поняли, секреты успеха очень простые. Обработка почвы, внесение золы в почву, что очень благоприятно влияет, и густота посева. Будете соблюдать, будет урожай. Удачи вам и успехов в выращивании этой простой, знакомой нам культуры. До встречи на нашем YouTube-канале. До свидания.